собака собака взрослый дом это все-таки не московской регион тут немножко дешевле вы сможете в целом построиться за червонец итак друзья у нас сегодня на обзоре коробка дома 180 квадратных метров с верандой площадью 50 квадратных метров и так площадь общей застройки 220 я сегодня расскажу вам материалы из чего построили как сделали что и во сколько это главное обошло еще для тех кто строит свой первый дом я сегодня заеду еще на несколько наших объектов и покажу вам промежуточный чек лист проверки каменщиков куда смотреть куда засовывать свой глаз и палец и на что у к следует обратить внимание чтобы не облажаться и построить свой нормальный дом прямо с первого раза и так погнали ребят итак на обзоре наша коробочка коробка готова крыша еще ленточный фундамент под нашим домом суглинки второго класса здесь и мы здесь залили стандартно для черноземья ленточный фундамент глубиной заложения 1200 миллиметров площадь застройки напомню 230 квадратных метров тут под веранду везде полноценные залиты фундаменты и под капитальные стены стоимость фундамента заложенного обошлась еще по моему это не в прошлом году это в начале в конце позапрошлого 22 года залит фундамент он стоимость его 744 тысячи рублей над ним стоит соколь наш стандартный облицовочный бетонный из бетонного кирпича цоколь облицовка утепление 50 миллиметров забутовка красным керамическим кирпичом обожженным в печи они сухого прессования стоимость этого цоколя еще кстати сюда вошла разводка канализации ростверки под самонесущие перегородки обратная засыпка на глубину 150 минус 150 сантиметров сейчас мы взяли один объект в работу я вам сейчас все наснимаю потом ближе к осени выложу я уже много раз говорил что аккуратнее при засыпке так вот стоимость нашего цоколя такого под ключ без поребрика поребрик уже вошел в коробку обошлась 898 тысяч рублей и так перейдем коробки и так друзья наши консультационные услуги смотрите у нас мощная команда экспертов и юристов и мы сможем вам оказать помощь по любому строительному вопросу проблемы с заказчиком проблемы с подрядчиком проблемы с бригадой проблемы с материалами проблемы с технологиями все это решаемо если вы сейчас зависли вот что-то случилось вы не знаете что с этим делать вы можете обратиться в нашу компанию мы вам поможем найти выход из любой ситуации наша коробка выполнена из кирпича 1нф браер лимитад риф смотрите внимательно и сразу по чек-листу стоимость нашей коробки кстати сейчас я буду зайду покажу внутренние стены выполнены из кирпича ой простите из газобетонного аэробелл нашего белгородского вот посмотрим вытяжки завершён монолитный поясом естественно внутренние стены вот они стоят с эти на самонесущих перегородках мы я как всем рекомендую выполнены из блока скц скт 12 он для передора перегородок больше подходит на мой личный взгляд на мое личное мнение чем блоки аэробелл потому что он больше во первых он немножко дешевле у там не значительно процентов на 10 но зато он он плотнее тяжелее и я думаю что звуконепроницаемость у него гораздо лучше вот качество как скажем работ дом замен замен завершён монолитный поясом бетонным и выставлены шпильки для крепления мой урлата повторюсь кровли на этот дом уже посчитано смотрите дом большой тут площадь кровли около 350 квадратных метров и в данный момент она бы стоила 1 миллион 982 тысячи рублей сейчас я перейду к нашему чек-листу ребят смотрите как проверять по нашему чек-листу прораб приезжая на объект должен один раз в неделю минимум ну в принципе у нас бригада работают постоянные и можно снизить качество проверок но вы поскольку первый раз вы наверно строите свой дом вам нужно будет делать это еженедельно а лучше я уже про запуск вот в этом видео рассказывал делайте как мы рекомендуем хотя бы раз в неделю нужно приезжать на объект осматривать объект это когда вы запустили уже объект просидели тут например три дня сделали с бригады раскладку все остальное вы должны переводить по следующему чек-листу смотрите вертикально всех углов как можно проверить вертикально всех углов ну уровнем естественно но в целом я думаю что если вы взяли достойную нормальную бригаду вы можете сделать это просто визуально вы можете подойти на какую сторону например выбираем один из углов вот типа такого и мы ловим в створе вот я вам сейчас попытаюсь показать ловим створ и все углы должны совпасть вот смотрите сверяем с углами стен с углами проемов внутренние стены рекомендую лучше проверять уровнем потому что косяки на них чаще бывают чем на наружных а внешние кладки естественно вы должны проверять все визуально отходим от дома но я думаю что если вы не профи не собираетесь докопаться до бригады вот смотрите становитесь на расстояние 10 метров осматривайте внимательно дом все вам должно нравиться визуально это первое если вы с такого расстояния замечаете какой-то недостаток ну копните глубже я думаю что вы найдете еще более серьезные недостатки поэтому я думаю ну чтобы не за не задал бы эту бригаду во первых у кирпича бывают всякие разные моменты сейчас столько видов не всегда он идеален поэтому осматривайте визуально с небольшого расстояния с 10 например метров если вам все нравится то в принципе я думаю что кладка у вас застойная уделите внимание качеству расшивки подходите к сне и смотрите качество расшивки никаких запятых не должно быть я уже говорил боковинки должны быть приметены вот следов от гвоздей не должно быть вот сейчас я тут внимательно покажу посмотрите все должно приблизительно вот так вот выглядит не скажу что это идеальная прямо но в целом достойно достойная четверка с плюсиком я так думаю так ребят еще промежуточный этап проверки смотрите вот мимо ехал заехал на еще один объект еще вам кое-что некоторые нюансы покажу вот смотрите здесь по качеству расшивки вот больше видно на темном такие швы и косяки не сильно бросаются в глаза вот тут посмотрите внимательно все тщательно должно быть приметено и не должно остаться никаких абсолютно остатков потому что если вот тут останется цемент например вот сейчас то сюда падает он потом может потечь вот по кирпичу испачкать немножко вот на темном видны такие следы бывают на светлом кирпиче ну нет меньше видно вот проверяем качество шоу смотрите ребят частая ошибка каменщиков неопытных вот смотрите берете такой шов смотрите свой шов любая водка окна или пилястра и часто люди кверху расширяют шов вот например снизу начинается толщина шва там 8 миллиметров к верху бывает доходит до полутора сантиметров это связано с тем что сверху сюда капает растворчик высыхает и люди которые неопытные они забывают его срезать стелят сразу под пруток и кирпич вот этот становится валится и потихоньку он уходит 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 особенно это на таких кирпичах сколотых видно потому что здесь сильно не ответишь нужно на сколотых кирпичах нужно отвешивать вот эту часть не вот эту часть обводку а саму тело стены вот смотрите вот это легко контролируется можно прям пальчик засунуть сюда вот здесь у нас 8 миллиметров и он не должен сильно плясать вот кверху тоже 8 миллиметров раз 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 оп и и Продолжение следует... Качество укладки аэробелла Как я уже говорил, проверяем, естественно, уровнем Смотрите, аэробелл нужно ложить по технологии заводской Каждый четвертый ряд арматуры Первый, четвертый Под окнами, над окнами, над проемами Все это должно быть Если вы бригада работаете незнакомая у вас Проверяйте это лично Вот на проемах обычно видно Вот здесь, смотрите Видно, что арматуру ложили, штробили Вот торчит она Но я думаю, что если вы наняли бригаду Которую введите в первый раз И контролируете редко Договоритесь обмениваться в ватсапе Например, в сообщениях с бригадиром Что он будет каждое штробление И когда он утапливает арматуру Снимать на видео или на фото И скидывать вам в ватсап Это будет гораздо безопаснее Чем вы потом Вот если люди бывают забывают В проемы могут даже забить Дополнительно арматуру Поэтому лучше копните Проверьте это более внимательно Вот здесь видно, что заштраблено Уложена арматура И залита раствором Молочком Вот перехлёстная штроба Используем для внутренних стен Стеклопластик Считаю, что он лучше На внутренних стенах На наружных и на фундаментах Я рекомендую использовать Старый дедовский способ Металлическую арматуру Ну вот как-то такой Легкий осмотр Но легкий осмотр, я уже говорю Первые три дня Желательно с незнакомой бригадой Провести Нам вместе Или если не вместе То приезжать несколько раз в день Ну хотя бы два раза Или три раза Особенно если большая бригада Они собираются Прямо за неделю В дом поставить Лучше просидеть с ними Эти три дня Чтобы вы смогли остановить их Ну от неправильной раскладки От появления чайкушек В стенах Или каких-то неправильных Неказистых расшивок Или неказистых Ну Расшивок Особенностей Ещё такой момент Ребята Я вам добавлю Смотрите Если бригада Большая Комплексная Вот бывают бригады 10-15 человек У них бывает Меняется состав Поэтому желательно Бо находиться Здесь Ну ежедневно Потому что я лично Видел как Начинают хорошие специалисты Ведут кладку Всё Качественно заводят углы Делают первые ряды А потом получается Ситуация Добавляется коллектив Или Убираются Одни люди Добавляются другие Они стартуют другой объект И качество кладки Очень сильно меняется И если этот момент Пропустить То можно сильно облажаться Поэтому будьте аккуратнее Если вы берете большую бригаду Там 10-15 человек Комплексную Смотрите За объектом Ежедневно Друзья Надеюсь Мое видео было вам полезным Смотрите Подведем итоги По факту Вот здесь нет кровли Но если бы кровля Здесь была Кстати я думаю Серый цвет бы идеально Подошел Потому что вот Брайр Риф Он отливает Таким немножко Металлическим цветом Не знаю Передает камера или нет Смотрится очень симпатично Серый цвет бы идеально Зашел на эту кровлю Серые окна Серая паршива Было бы просто суперски Смотрите Момент такой Если бы у нас здесь стояла Кровля на доме А напомню Что мы строим Пятно застройки 230 Площадь самого дома 180 Но еще веранда 50 То при наличии кровли На наш бы На коробку нашего дома Ушло бы 6 миллионов 3000 рублей Напишите в комментариях Пожалуйста Дорого это или нет Вот ваш регион Там например Адлер Сочи Что там у вас Крым Напишите Кто там у вас Москва Подмосковь Мне просто интересно Какие цены В вашем регионе Давайте пообщаемся Внизу И напишите Дорого ли у нас Или это нормальная цена Потому что часто в комментариях Мне пишут москвичи Что в целом Мы хотели бы Нанять нашу компанию Потому что Только по нашим ценам Можно построить В московском регионе Но смотрите В московском регионе Мы не можем взять Один отдельный Стоять такой объект Ну хотя бы Несколько объектов Пять объектов Мини поселок Или еще что-то похожее Пишите Интересуйтесь Потому что Мы занимаемся Полным комплексом Господа Надеюсь я был для вас полезен Пишите в комментариях Что вы хотите Увидеть в дальнейших видео Потому что Я планирую Рассказывать вам Более подробно Об ипотеке О том Как что нужно Какие требования Короче Всем на связи Желаю каждому из вас Своего удачного Красивого Отличного дома Для счастливой семьи Всем пока С вами как всегда Максим